Дрон в работе Аэстрокоптер подробностей совершил первый разведывательный полет Навар на врагах СБУ обвиняют в торговле пленными сепаратистами Хлеб вторым домом не станет Беженцы с востока голодают и замерзают под Одессой День 7 ноября скандальный день календаря До чего домашнировались красные Мы ловим, они отпускают Кто ловит и кто отпускает тех, кто убивает наших солдат Рассказать свою правду военные из зоны АТО приехали в столицу Их историю знает Татьяна Винникова Бойцы добровольческого батальона после ранений в зоне АТО Приехали в Киев на реабилитацию Но вместо больниц пришли к нам, чтобы рассказать Добровольцы отлавливают террористов, передают правоохранителям А те их отпускают Так произошло в городе Красный Лиман Донецкой области Там был пойман Сергей Линник Бывший украинский милиционер, а ныне начальник контрразведки ДНР Соратник террориста по кличке Бабай Его передали спецслужбам Но через пару месяцев Линник вернулся домой За свое освобождение, по информации бойцов Террорист заплатил кому надо Это стоило ему полтора миллиона гривен Он выполнял функции начальника полиции ДНР Бегал с автоматом Ну, арестовывал патриотов Украины Которые потом пропадали Которых потом пытали Участвовал в этих бандитских нападениях на блокпосты Убивал украинских солдат Его высчитали, арестовали Передали в СБУ Через месяц он появляется уже на свободу Когда таких жирных сепаратистов отпускают из-под ареста Бойцам, которые их поймали, грозит погибнуть не на поле боя А от удара ножом в спину, рассказывают военные Террористы мстят, платят местным в зоне АТО наркомаргиналам За убийство украинских бойцов В батальонах уверены Отпускать боевиков ДНР и ЛНР – государственная измена Службе безопасности говорят Мы готовы переглянуть наше решение, чтобы это было нашим решением И больше того, я уважно поставлюсь до этого вопроса Готовы вам помогли разобраться, в чем там причина Вот такое обещание дали в СБУ А вот бойцы с передовой обещают другое Говорят, если чиновники из уютных кабинетов И дальше будут отпускать пойманных ими террористов Разберутся со всеми В зоне АТО за последние сутки погибли 5 украинских военных А еще 16 ранены И по данным СНБО, на всех оккупированных территориях Донбасса Растет численность российских военных и техники Подробнее обо всем, что происходит сейчас на Востоке Нам расскажет Вениамин Трубачев Веня, здравствуй Какие сегодня самые горячие точки в зоне АТО? Алексей, ну в районе Донецкого аэропорта Ситуация по-прежнему напряженная После вчерашней вот такой массированной атаки боевиков Сегодня, конечно, относительное затишье Но все равно одиночные выстрелы были слышны Уменьшение вот такого вот количества обстрелов в штабе АТО Святывают с хорошей работой украинской артиллерии Были нанесены удары по позициям боевиков И уничтожена их техника В частности, несколько танков, БТРов и гаубиц Которые обстреливали аэропорт Также были уничтожены террористы Предпринимшие накануне попытку штурма Украинские силы сейчас продолжают по-прежнему Контролировать здания терминалов и вышку Никто с битцейтой не собирается Готовы стоять до конца за нашу биткощину Поселок Пески, прилегающий к аэропорту Сейчас стоит весь в руинах Населенный пункт боевики обстреливают тоже ежедневно Там уже, в принципе, не осталось ни одного здания Неразрушенного Все дворы и дороги в воронках от разорвавшихся снарядов Нет ни света, ни воды, ни отопления И вот практически все жители выехали Остались только те, кому уже податься некуда Или просто не хотят они оставлять свое хозяйство Ну, уже и привыкаешь потихоньку к этому Привыкаешь, хотя вот наступает ночь И почти всю ночь, почти всю ночь идет Перестрелка вот такая вот В смысле взрывы на крупном По крупным, крупными этими Ну, вот и все, что могу я вам сказать Сегодня боевики обстреливали украинские позиции И блокпосты вблизи населенных пунктов Майорск, Дебальцево и Попасное Военные вынуждены были открыть огонь Ответ, также вот сложная ситуация сейчас в районе села Крымское Там боевики вели обстрелы из градов Но украинским армейцам удалось отбить эти атаки И остаться на ранее занятых позициях А также в этом районе на Фугасе подорвался украинский БТР В результате 7 украинских военнослужащих получили травмы Разной степени сложности Тяжелых ранений у военнослужащих нет В настоящее время все ребята находятся в госпиталях С ними работают медики Военные на передовой продолжают готовиться к наступлению холодов Они утепляют блиндажи и запасаются дровами Помогают волонтеры, они привозят еду и зимние вещи Как обычно, нужны чисто военные приспособления Это аграции, оптические прицелы и планшеты С установленными программами для наводчиков-артиллеристов А вот один из бойцов сегодня рассказал, что его земляки всем селом сбрасывались на тепловизор Хотя многие даже и не знали, что это за устройство такое и для чего оно предназначено Хотел бы поблагодарить людей из Коростенского района, село Полейское Люди собрали деньги, купили вот такую штуку, это тепловизор называется Так сказать, открыли нам глаза ночью Кроме этого, боевики продолжают атаковать не только позиции украинских войск Но и дома мирных жителей Террористы снова обстреляли территорию школы Это случилось в городе Горское, в Луганской области К счастью, снаряд не взорвался и пострадавших нет В это же время в самом Донецке прошли похороны двоих школьников Они погибли два дня назад в результате минометного обстрела, устроенного боевиками Ребята просто играли в школе, играли в футбол на школьной площадке Недалеко от домов и близлежащих зданий Алексей? Печальный конец, конечно Спасибо, Веня, за работу Последние новости из зоны АТО узнали от Вени и Мина Трубачева Далее у нас будут другие включения с моими другими коллегами В частности, с Эльвиной Сейдбулаевой из Мариуполя Ну а пока о жизни в оккупации Сегодня мы связались с жителями оккупированных городов Как делаем это каждый день Сегодня было очень трудно Мы дозванивались целый день Вот что нам рассказали те люди, которым мы смогли дозвониться Сегодня с утра в Донецке был туман Поэтому немножко все боевые действия приостановились Также, наверное, приостановились за счет того Что вчера очень интенсивные были бои И, судя по всему, стороны понесли потери Поэтому нужно было время для того, чтобы перегруппироваться И собрать раненых и так далее Это перемирие длилось недолго С утра где-то и до обеда Первые артиллерийские залпы звучали где-то уже часа в два дня И сейчас, ближе к вечеру, можно слышать, что уже практически в полный рост работы артиллерии Пока стрелкового оружия не слышно То есть, судя по всему, контакта между бойцами нет Война идет полным ходом Сегодня по центру города я видела два танка Которые шли на большой скорости Совершенно не стесняясь того, что вокруг полной людей Это центр города, проспект Бардаба в Данахменицкого Обвешенных вооруженными людьми И совершенно даже не пытаясь тормозить Прямо по перекрестку Грустно, очень зрелище, очень тяжело Ведь в Донецке это Залпы слышны уже на протяжении трех дней Но так вообще люди ходят на работу Продукты в магазинах есть В районе, где мы живем, там вроде свет отключились Сегодня с 10 часов утра, вот его нет Может аварийное отключение А вода идет, как бы, ну тоже по дням дают И конкретно слышно град, потому что Когда стреляют, как бы, понятно, что это он Первый рабочий день дрона от подробностей Аппарат совершил полет в зоне АТО За ним внимательно следил мой коллега Руслан Смещук, он с вами на связи Руслан, здравствуй, как же все прошло? Алексей, ну вот сегодня действительно Наша группа наблюдала за первым рабочим днем Беспилотника-разведчика Наблюдали мы за его работой в полевых условиях Были в городе счастье Сейчас это, наверное, под Луганском И сейчас, наверное, одна из самых горячих Горячих точек зоны проведения Антитаристической операции Вот все то время, что мы были в городе счастья Слышали звуки стрельбы Одиночные и серийные взрывы И силовики, которые защищают город Говорят, что, в принципе, борьба за него Ни на минуту не прекращается Вы действительно и сейчас услышите Разрывы минометов Постоянно проходит обстрел Территорий вокруг города счастья И других территорий Слава Богу, что по городу Не происходят выстрелы Ну вот сегодня там в полевых условиях Специалисты и бойцы батальона Айдар Провели первый настоящий полевой вылет При помощи беспилотника Прочесывали местность Особенное внимание уделяли поиску Возможных разведдиверсионных групп Боевиков Возможно, вы сейчас видите вооруженных людей Но это не диверсанты Это силовики, которые попали В поле зрения камеры дрона И вот для этого Квадрокоптер опускали достаточно низко Когда звук работающих лопастей Начинал его выдавать И вот мы все боялись, конечно же Чтобы его не сбили Но специалисты говорят Что даже вот на таких небольших высотах Коптер представляет собой Достаточно сложную мишень Вот его сложно сбить Он слишком маленький И он движется на скорости Потому, я думаю, наверное, 1% Попадения может быть Не больше На стрельбище Летал похожий дрон И его пытались расстрелять Ну, с расстояния, может быть, метров 50 Вот так вот Да, сразу же человек Ну, я, когда они его посудили Я только там видел Какие-то, может быть, мелкие царапины Но при этом он не упал Но он не висел на одном месте Он передвигался все время И вот там же на позициях Мы пообщались с бойцом батальона Батальона Айдар Который уже прошел Первичную подготовку Инструкторов по управлению беспилотником Ему аппарат очень понравился Вот он даже подсказал Как можно снизить его заметность При работе на низких высотах Кольор белый Дуже кидаются В очи сразу светится Ну, как ямпочка Там треба какие-то сиреньки Або голубенькие Что-то такое Краще сиреньки Ну, это вот когда солнечный день Сияет солнце Ну, а осенью в облаках Вот так лучше прятаться И сейчас я попрошу специалистов Показать работу беспилотника Разведчика в режиме реального времени Вот вы можете его видеть Сейчас он появился в кадре Вот так же вы можете слышать Шум работы лопастей Они выдают его Но, в принципе, вот если коптер поднимется На несколько сотен метров вверх То этот звук станет гораздо тише И вот сейчас так же пилот включил Бортовую подсветку Для удобства управления Понятно, что в боевых условиях Никакой освещенности не будет Вот тогда попасть по коптеру Ну, очень сложно Практически невозможно Алексей? Спасибо тебе, Руслан За такой подробный и интересный рассказ Это был Руслан Смещук Из зоны АТО Там сегодня тестировали Дрон-разведчик, который подробности Передали батальону Айдар Ну, не только дроны-разведчики Но и более приземленные вещи Такие, как буржуйки Зимние берцы Покрывало Деньги на все это Редакция подробностей Собрала на благотворительных ярмарках Их пока было две Подробнее Ольга Рыцарь Это вторая благотворительная ярмарка Редакция подробностей Две недели назад Журналисты, операторы, режиссеры, стилисты Продавали сладости, шашлыки, гритвейн Собственного производства И проводили мастер-классы На пейзажной аллее не протолкнуться На нужды бойцов в зоне АТО Собрали 51 тысячу гривен Все собранные деньги Пойдут нашим воинам в АТО На эти деньги журналисты решили нашу армию утеплить Солдаты сами просили Им очень нужны ботинки и буржуйки А вот с помощью таких чугунных печек Ребята смогут не только погреться Но и еду приготовить Прямо в блиндаже Кастрюлька ставится так Конечно, если вы хотите большую какую-то емкость То лучше рассмотреть этот вариант Тут вы поставите любой объем Кольца съемные Это для того, чтобы прямой огонь Как бы мог окутать казан и нагреть Найти сразу такое количество буржуйек Довольно трудно В основном люди покупают на дачу Рассказывает Наталья Ну и нам помогли Тут дизнались, что мы закупываем буржуйки Для наших войсковых И сделали нам еще те вознижки Почему она очень потешила Ой, да ну тяжелая, конечно Килограмм 35 Точно есть Буржуйки отвезли на склад волонтеров И уже через неделю чугунные печки Будут у ребят на передовой А этим бойцам Две буржуйки Наша съемочная группа Передаст лично Неделю назад Во время обстрела Они приютили Своем буржуйки Корреспондентскую И оператору подробностей Мы им очень благодарны Потому что наша машина Очень сильно пострадала Могли И мы попасть под снаряды А теперь у нас Есть возможность помочь им Зимние ботинки Поедут на передовую Для разведчиков Из Ужгорода и Киева Две недели Их шили под заказ Каждому индивидуально Отчитываемся Потрачено на берцы Чуть больше 25 тысяч гривен Примерно столько же На буржуйки Мы имеем 80 пар теплого взуття 11 буржуйок Також мы купили Ось такие покривали Термопокривали Их замовляли наши бойцы Все-таки покривало С фольги Воно держит температуру Еще у нас осталось 3300 гривен Подумаем Выкупим еще 2 буржуйки Знайдемо А выкупим Стельки теплые И кариматы Редакция подробностей Уже готовит Следующую ярмарку Ольга Рисарь, Владимир Дедов Подробности Телеканал Интер Ну, я добавлю, что мы готовим Не только следующую ярмарку В зону АТО В скором времени От подробностей Будут доставлены И следующие дроны-разведчики Мы обязательно вам об этом расскажем Когда это случится Ну, а сейчас узнаем Как прошел день в Мариуполе И в его окрестностях Там работает Эльвина Сеидбулаева Элечка, здравствуй Какие у тебя самые последние новости? Да, Алексей Сегодня боевики вновь обстреляли Наши позиции В районе 2 часов ночи Огонь велся и стрелковое оружие В районе поселка Толоковка Атака была успешно Отбита украинскими военными Пострадавших нет Кроме этого Сегодня в Мариупольце Слышали звуки взрывов Наши военные Таким образом Ликвидировали боеприпасы Терористов В результате 20-х килограмм Смотрели транспорт И украинские бойцы Обнаружили ДНРовские листовки Обстоятельства аварии Сейчас выясняет милиция Туман был на высоте Метра Метра 20 Дорога просматривалась Потерял сознание Чувство нога Ни одна, ни другая Боль И сегодня мы побывали В расположении Одного из тыловых подразделений Сектора М Тыловики показали Полевую кухню Среди военных Есть и сотрудники Ресторанного бизнеса Они Туйкуховарят Для защитников Мариуполя Тут буквально Засыпал картошку Гречку И все Она уже готова В первую очередь Хочется картошки жареной Домашней У нас например Ресторатор Да скажем так Конечно там Круатоны Он нам не готовит Но скажем так Фрикассе может Показали полевые душевые Которые переделали Из старых военных машин И полевую сауну Ее изобрели Одесские толовики И передали Своим коллегам В Мариуполе Сверху стоит Бачок для холодной воды На 150 литров Вот это Водогренный котел На 200 литров Работает она у нас на ходу То есть на стационаре Пока машина едет Вода нагревается Вода нагрелась Приехали уже За 15-20 минут У меня Три человека помылись Такие новости На данный момент Алексей Спасибо тебе за них Это была Эльвина Сейдбулава Новости из Мариуполя Вот в Одесской области Инвалидам Переселенцам С Донбасса Фрикассе Даже не снится Им бы вообще поесть Брошенные На произвол судьбы Точнее На произвол чиновников Чего ж греха таить Где и как они устроились Чего ждут А чего уже даже не ждут Подробнее Андрей Анастасов Поселок Сергеевка Под Одессой Мы уже рассказывали Как живут здесь Переселенцы Спустя месяц Стало только хуже Поставщики Отказываются Отпускать продукты В долг И люди доедают Последнее В помещениях Дикий холод Котельную Ремонтируют Своими силами Вместе с администрацией Вот только Непонятно Где возьмут Деньги на уголь И это не говоря о том Что инвалидам Нужны лекарства А свои пенсии Большинство из них Не получают Да Мы брошенные Сейчас коллектив Ко мне обращается И спрашивает Что нам делать Как дальше быть Таким же вопросом Задаются администраторы Санаториев Куда государство Еще летом Поселило Инвалидов И их родственников С июня По сегодняшний день От властей Ни копейки Общий долг Перед поставщиками До 10 миллионов гривен На чиновников Надежды нет Просят помощи У волонтеров Есть возможность Продуктами Значит продуктами Верхней одеждой Медикаментами В данный момент Вот мы котельную Заканчиваем Нам необходим Или уголь Или торфабрикеты Заявить о том Что ситуация критическая Инвалиды-переселенцы И их дети Вышли к зданию Санатория Они приехали Из Горловки Донецка Луганска Макеевки Янакиева Артемовска Краматорска Многие из них И хотели бы вернуться домой Но там С новой силой Возобновились бои Мы приехали с семьей из Донецка У нас разрушен дом Мы живем возле аэропорта Нам некуда возвращаться Тут столько инвалидов Столько деток Столько взрослых Целепые Пожилые люди Просто Крик души Помогите Напомню В Сергеевке Сейчас 800 Инвалидов-переселенцев И их семьи И с наступлением холодов Ничего хорошего Судьба им не сулит Мы и дальше будем следить За ситуацией И помогать им Андрей Анастасов Игорь Михоношин Подробности Телеканал Интер Одесская область Путин в Чехии Вернее его влияние О пятой колонии Кремля Говорят уже в открытую Кто они? Подробнее Алексей Пшемызский Чехию захватила Путинская пятая колонна Так считает Бывший министр финансов И лидер оппозиционной партии ТОП-9 По его мнению Руководство страны Давно и уверенно Марширует в сторону России Это профессиональная Российская пропаганда В этой пятой колонии Известные и важные Государственные деятели Чехии Среди них Председатель компартии Войтех Филипп И президент республики Мастерством Глубоких реверансов В адрес Путина Президент Чехии Известен давно Напомню на днях Он заявил Что поддерживает Российского коллегу И больше не считает Его агрессором А в прямом эфире Милаш Дземен Покрыл матом Советских диссидентов Которые выступали Против оккупации Чехословакии После этого По всей Праге Разместили билборды С обращением Лидера крымских татар Мустафы Джамилева Но похоже Чешскому руководству До этого дела нет Пример страны В который раз заявил Он против Антироссийских санкций Санкции Только вредят Российской И нашей экономике И никак не влияют На Путина А вот Путин На чешское руководство Видимо Так и влияет А в Брюсселе Этого То ли не видят То ли не хотят видеть Там Как всегда Лукаво-молчаливы Видимо До тех пор Пока американцы Глаза не разуют Как это сделали В отношении Венгерских чиновников Алексей в Шемиске Павел Лысенко Центральноевропейское бюро Телеканала Интер У посольства Венгрии В Киеве Сегодня пикет Против антиукраинских заявлений И действий Венгерского правительства Конкретнее Премьера страны Виктора Орбана Помните его слова О том, что Украина Потенциальный источник угрозы И поэтому В обход в нее Нужно строить Газопровод Южный поток Зверталась В первую очередь До Порсового Угорского Населення С метою Попередить Их Про то, что В Украинах Где Керевство Подтремает Кремль Потом Дуже часто Отбываются Войсковые подеи За участью Войсковых Тонеменцев Российской Федерации Ни бандеровцев Ни бендеровцев Одни террористы Мусульмане На смертельной Трассе Дон Почему не украинские Каратели А теперь уже Мусульмане В Подмосковье Стали выгодны Кремлю Давайте узнаем У Данила Русакова Он в Москве Активно Сдобренная Государственной Пропагандой Почва Желаемых Сходов Так и не дала Как оказалось Зверствовали На трассе М4 Дон Отнюдь Не мифические Бандеровцы Нападающие На водителей Маньяки Оказались членами Так называемой Банды ГТА Сообщается Что уже Задержаны 8 мужчин И 6 женщин Правда Ни МВД Ни Следственный комитет Детали спецоперации Пока не разглашают Предполагаемых Преступников Нашли в Москве Тема Подмосковных Маньяков Была Пожалуй Одной из самых Топовых За последние Полгода Неизвестные Перекрывали Дорогу Железными Шипами А затем Расстреливали Водителей В упор Назовут ли имена Этих людей В ближайшее время И при чем Здесь вообще Украинские Каратели На которых Прямым текстом Указывали Депутаты Госдумы Объявление Обязано Предъявить В течение Суток Разглашать Не разглашать Имена Это все Следователь Сам решает Некоторым Кажется Если бы Маньяки И вправду Не появились Их непременно Нужно было бы Придумать Как отвлекающий Маневр Хотя бы Отвлекать Есть от чего Курс рубля Обновил Новый Исторический Рекорд Доллар Теперь стоит Почти 50 Евро Уже Практически 60 Москвичи Массово Ринулись Скупать Валюту В некоторых Банках Ее уже Нет Точнее Количество Сильно Ограничено И разбирать Деньги Успевают Я испытываю Наверное То что Испытывали Мои бабушки И дедушки Когда остались Без сбережений Мы работаем В торговле Покупательская Способность Абсолютно Снизилась Абсолютно А некоторые Экономисты Уже подсчитали Возможный Отток капитала В 2014 Он составляет Около 120 миллиардов Долларов Вот вам И реальная Старошилка С бандой ГТА Которая Перекрывает Реальность Эти бандиты Из бандерасов Легко превратились В мусульманских террористов Выходцев Из Средней Азии И вполне вероятно Что гнев людей Будет направлен Именно на них А попутно Можно на 1 гектар Западом Сесть в войне Против Иславского Государства Буджев Ельцин Сказал бы Наверное Вот такая Загогулина Данил Русаков И Виталий Коваленко Московское бюро Телеканал Интер Добавлю только К материалу Данила О том Что уже ближе К вечеру Деревянный Опустился Значительно ниже К моменту Закрытия Обменников Доллар Стоил уже 52 рубля В России Недолгая справедливость Вместо 4 лет Полгода в камере И амнистия Убийца Из-за которого Все когда-то узнали О Саше Белом На свободе Что теперь думают В стиле Отпущенного на волю Знает Инна Белецкая Видео Которое стало первым Из серии страшилок Для россиян Жителей восточных областей О неуправляемых Украинских бандеровцах Вот так Саша Белый Убеждал прокурора Задержать убийцу Сельской жительницы После появления Этих кадров В интернете Белый для одних Стал символом Борьбы за справедливость Для других Бандитами Самоуправцем Легенду о том Что в западной Украине Все таки Активно раскручивала Российская пропаганда Музычка погиб При задержании В марте Украинские милиционеры Сказали Он дважды Стрелял в себя И назвали это Суицидом А вот убийцу Женщины Посадить которого Требовал Белый Отпустили На свободу Село повернулся До жінки Живешь жінкою Ну выпустили Там таке Як вы до такого ставите Погано Чому Погано Ну хіба це Що це за поступок Півроку за убивство Посидеть Вийти И снова быть на свободе Не знаю Хто таке Одобрить может Село Ставки Римненская область Люди возмущены Но не удивлены Тем Что убийца Вернулся домой Несправедливо Альша Що тебе Поговорить С тем Кому правосудие Было настолько Благосклонно Что разрешило Отсидеть полгода Вместо четырех Нам не удалось Дома его не оказалось Родные Внимание Журналистов Мягко говоря Не рады Ну яка різниця Він проживає Я не хочу Про це говорить Він проживає Своими маленькими дітьми І те що тут Хтось піднімає Для цього То це не потрібно Робить Не потрібно Люди багато Помилок роблять Мы просили О коментарии Обласної прокуратури Но говорить На камеру Там не захотели Объяснили Судьи оценили Действия подозреваемого Как убийство По неосторожности Дали четыре года Потом отпустили По амнистии Если разбираться С прокурором Который Не хотел задерживать Убийцу Селяне просили Сашу Белого То теперь говорят Им не к кому обратиться Вот такая его справедливость По-ривненски Инна Белецкая Николай Василюк Подробности Телеканал Интер Ривненская область 99,9% голосов Обработали в ЦИК И впервые в истории Могут не успеть Объявить результаты В установленный срок То есть 10 ноября Об этом заявил Глава Центризбиркома Михаил Ахендовский Причина В длительном блокировании Окружкома 59 округа Неизвестными вооруженными людьми Сегодня ночью работу комиссии Удалось частично возобновить И данные начали поступать В электронную систему выборы Где еще никак не могут Подсчитать голоса В нашем обзоре Протоколы с результатами выборов В 50 округе С Центром в Красноармейске Донецкой области Будут изучать в милиции И генпрокуратуре Главное следственное управление МВД Украины Открыло уголовное производство По факту фальсификации На этом округе Напомню, Центр избирком Обнаружил серьезное расхождение В протоколах участковых И окружной комиссии И постановил провести Пересчет голосов Однако один из кандидатов Евгений Геллер Через суды Добился запрета на это Отже на цей час Подстав для проведения Повторного подрахунка Голосов выборцев По окремим выборчим Дельницям этих округов Немае Разом с тем Центральная избирка Комиссия Виходит с того Что вона Мает право Встановлювати Лише достоверные Результаты Выборев Народных депутатов Украины Вот представьте себе Для Донбасса Для людей Которые реально Поверили в то Что сегодня Происходят Какие-то изменения В стране Они пошли При военных действиях Они пришли на выборы Они сделали свой выбор А у них хотят Сегодня это отнять Это правильно Или неправильно Это нас будет Объединять А в 38-м округе Это Новомосковск Днепропетровской области Апелляционный админсуд Постановил провести Пересчет голосов Там по итогам выборов Победил самовыдвиженец Вадим Нестеренко Он набрал более 30% голосов Экс-министр обороны Александр Кузьмук За которого проголосовали 12% избирателей Через суд Потребовал провести Перевыборы В этом суд Первой инстанции отказал Однако постановил Пересчитать голоса Такое решение Уже в свою очередь В установленном порядке Пытался обжаловать Вадим Нестеренко И вот сегодня Суд отклонил его требования Так что пересчет голосов На округе По 123 участкам Все-таки будет Апелляционную скаргу Нестеренко Вадима Григорьевича Кандидата в народные депутаты Украины По одномандатному Виборчому округу Номер 38 Залишите без задоволения Мы полностью удовлетворены И все-таки Пересчету быть Поэтому мы все Настраиваемся на пересчет Пересчитать За маленький Период времени До 10 числа 55 тысяч бюллетеней И это должны сделать Именно члены Избирательной комиссии Окружной То есть 18 человек Должны пересчитать 55 тысяч бюллетеней По сути За трое суд Это нереально Когда на 38 округе Из 136 комиссий Отменяются выборы В 123 Это точно Путь никуда Кандидат выиграл На 11 тысяч голосов И пытаются Украсть выбор людей А вот эти в Раду Не прошли Но собрались попраздновать Годовщину Октябрьской революции Да, речь об украинских коммунистах День провели Вполне пропролетарский Без мордобоя И попыток что-то свергнуть Не обошлось Где было жарче всего Материали на наших Корреспондентов Харьковские коммунисты Надеялись пройти По центру Тихо-мирно Но как только Полсотни партийцев С красными флагами И портретами Ленина и Маркса Двинулись с места На пути встали Патриоты-активисты К коммунистам Полетели петарды И яйца И началось Флаги пусть отдают Первые наши требования Возле офиса Тоже были такие же Чтобы они Просто Сняли флаги Вы за Украину? Говорят, да, я за Украину Говорю, хорошо Снимите флаги КПУ Мы пойдем с вами Я вам объясню Нет такого Вот послушайте Нет такого Остановитесь Остановитесь Нет такого Закона Украины Который требует Чтоб каждый гражданин Сходил с флагом Украины Коммунистов окружает Кордон милиции Оппоненты не отступают Спор затягивается В лицо лидера КПУ Летит зеленка Молодые люди Вы плохо воспитали Ваши мамы и папы Не ожидал такого Диатизма В Харькове Коммунисты спасаются Бегством Им подогнали Троллейбус Ребята в балаклавах Снимают рога Требуют выдать коммуниста Который якобы Разбил голову Их соратнику Виновника находят Пересаживают В автозак В Одессе столкновений не было Проукраинские активисты Заранее предупредили Марша коммунистов Не допустят Но за пару часов До начала анонсированного Шествия Окружной админсуд Запретил любые акции В городе Правда ленинцы Все же собрались В условленном месте У оперного театра Ступить и шагу дальше Не смогли На пути выстроились Милиционеры Пришлось довольствоваться Митингом Груди вон Цепью Стоят и не пропускают Что я Что сепаратист Или же боевик Или что Запретить мне пройти по городу Праздник который для меня был Есть и будет Всю жизнь В Запорожье В годовщину революции Замахнулись на памятник Дзержинскому Сначала о планах Демонстрировать монумент Объявили местные анархисты Они мобилизовались Через соцсети Но потом Пораскинули мыслями И отказались Подумайте с вами Пораскиньте Своими Мыслями Подумайте о том О том Что эту проблему Нужно решить Раз и навсегда Если мы сегодня Свалим Дзержинского Вандальным способом Если мы Дзержинского Сегодня свалим Вандальным способом Мы Ну это будет неправильно Довести дело до конца Решили активисты Запорожского Майдана Пришедших на площадь Защитников Дзержинского Прогнали Затем Забросав Многотонный Монумент Яйцами Набросили на Феликса Трос И попытались Раскачать его Милиционеры Начали переговоры С майдановцами Алена Завора Лидия Калинина Андрей Настатов Сергей Бордюжа Подробности Телеканал Интер Против британских левых Точнее лейбористов Правые Плетут заговоры Кого британцы Не видят своим премьером А он очень хочет А политических хотел Как Светлана Чернецкая Из Лондона Дефицит харизмы Такой упрек Лидер британских Лейбористов От Милибан Слышит последние Несколько лет Раньше пропускал его Мимо ушей Но похоже Сейчас Этот самый труднодоказуемый Дефицит Может стоить Главарю левых Политической карьеры Минимум 4 депутата Лейбористской партии Требуют отставки Милибанда Опасаются На следующих выборах Партия с ним Проиграет Это самый настоящий Партийный заговор И тут же Очень кстати Пришелся соцопрос О рейтинге Милибанда Он рухнул настолько Что идти на выборы Политическое самоубийство Наш последний опрос Показал Что Милибенд Уступает даже Нику Клэгу Рейтинг которого Ниже Плинтуса У руля лейбористов Милибанд Уже 4 года Взялся реанимировать Партию После поражения На парламентских выборах 2010 Заменил на этом посту Гордона Брауна Кстати По некоторым сведениям Именно экс-премьер Стоит за лейбористским Заговором Против Милибанда Самому Брауну Хорошо известно Как делаются Перевороты в партии С ним Такое пытались Провернуть На закате Его лидерства И хотя это не удалось Тем не менее Вскоре Браун сам Ушел в отставку Насколько правдивы Обвинения Экс-премьера В кулуарных играх Против преемника Судить сложно Но выборы Уже через несколько месяцев И лейбористы пойдут На серьезный риск Если решаться Подвинуть лидера Впрочем Если не решаться Их судьба Предрешена Они проиграют И это явно Не то чего хотят Левые А правые же Зная об этом Потирают руки Светлана Чернецкая Сергей Дубинин Подробности Британское бюро Телеканала Интер В Вашингтоне Сегодня Локальный саммит Ну если это можно так назвать Обамы С республиканцами И демократами Конгресса Чего будут добиваться Республиканцы И почему за этим Обязательно надо следить Киев Узнает мой коллега Дмитрий Еловский До международных отношений У президента И вновь избранных Представителей Сената И палаты представителей Руки пока не дошли Им бы разобраться Со всеми внутренними проблемами Завуксовавшей Миграционной реформой Внешним долгом И американским бюджетом Но уже с уверенностью Можно сказать На международной арене Республиканцы Будут стараться делать Все не как было У демократов Это для них И лишний повод Ставить палки в колеса Хилари Клинтон Который не так давно Крулил во всей дипломатии Америки А теперь является Чуть ли не самым Влиятельным Здешним демократом Вопрос военной помощи В Украине Профильный комитет Сената обещает Рассмотреть между прочим Уже на следующей неделе Учитывая что Сейчас лоббирует Этот акт Ястреб Маккейн А также миллионер Сенатор Коркер Который о поставках Оружия Киеву Говорит еще с мая Шансы на то Что обещания Все таки сбудутся Довольно хорошие Есть еще вопрос энергетики Подход к которому У нынешнего капиталистского Большинства принципиально иной Тут речь пойдет О максимальной либерализации Всех правил добычи углеводородов При появлении новых игроков Цены на нефть Определенно пойдут вниз Притом очень быстро Еще надо добавить Ослабление эмбарго На экспорт нефти Так что падение котировок Неизбежно И вот это кстати Очень мощное и медленное Оружие против России Чья экономика нефтезависима И всегда болезненно Переживает падение Мировых котировок На черное золото В Америке тоже конечно Нефть пойдет вниз Но это не критично Для страны Поскольку цены на бензин Снизятся Избиратели Налогоплательщики Будут определенно довольны Проекты эти все Амбициозные Долгосрочные Но уже с уверенностью Можно сказать Что пока что Киев заинтересован В республиканской Красном Капитолии Но есть один нюанс Американцы здесь Как-то не привыкли Складывать все яйца В одну корзину Так что при Республиканском Сенате И палате представителей Вполне возможно Что и президентом Станет демократа А не республиканец Ну например Хилари Клинтон Как бы она Не ненавидела Этот овальный кабинет Дмитрий Уловский Никита Исайко Подробности Американское бюро Телеканала Интер Громкая заварушка В тихом Брюсселе Горели автомобили Стычки с полицией В чем причина И связано ли это С расследованием Многомиллионных афер В Люксембурге Подробнее София Гордиенко Такого еще не было Чтобы жесткие меры экономии Европейцы восприняли на ура И в этот раз Преспектива Увеличения пенсионного возраста И урезания льгот Не оставили Бельгийским бюджетникам выхода 100 тысяч человек Собрались в центре Брюсселя Вначале Парализовав всю страну Так как транспорт Действительно не ходил А потом они еще и дали Прикурить и полицейске И тому самому транспорту Правда частному Хоть акция протеста Была заявлена как мирная Но на всякий случай Протестующие облачились В балаклавы И захватили противогазы Досталось всем И митингующим И даже бельгийским киборгам Но надо отдать должное Правительство впечатлило Еще вчера Позвало активистов На переговоры И не зря Так как еще пару часов И казна опустила бы еще больше Ведь доставалось И частному И казенному имуществу Которое встречалось на пути Кстати возможно Странам ЕС И не пришлось бы Затягивать пояса Если бы огромные корпорации Платили налоги как следует А не скрывали их В Брюксембурге Разгорается скандал Связанный с сотнями предприятий И частных лиц Ассоциация журналистов Получила тысячи страниц С подтверждениями паролей Считов и явок Доказывающих Что свыше 300 корпораций Таких например Как Амазон и Pepsi Corporation Пользовались услугами Банков Королевства И платили минимальные Налоговые ставки Обвинения Летят в сторону Нынешнего главы Еврокомиссии Жанна Кода Юнкера Он был одним из идеологов Люксембургского налогового рая То есть получается Юнкер способствовал тому Что сегодня Страны ЕС Не дополучая сотни миллиардов Евро налогов Находятся в кризисе Пока главный комиссар От объяснений увиливает У меня нет времени На то чтобы дать Сейчас ответ Есть специальный комиссар Он сможет объяснить ситуацию Не появилось время У Юнкера И после он даже избегает Заявленных ранее Публичных мероприятий Если и дальше будет бегать То вполне вероятно Что жечь будут уже Не только машины У его офиса Но и покрышки София Гордиенко Василий Трушковский Подробности Телеканал Интер Брюссель А тем временем Бельгия Которая возглавляет сейчас ЕС Хочет организовать Ряд политических встреч Для разрешения конфликта Украины и России Сколько стоит Самый дорогой особняк в США Откуда в центре Сиднея Взялся гигантский презерватив И кто из известных политиков Продолжил серию Гомосексуальных признаний Об этом и другом В нашем обзоре Он гей и гордится этим Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич Объявил о своей гомосексуальности Сразу несколько сообщений По теме Опубликовал в Твиттере Написал, мол Не сомневается Что своим признанием Вызовет мега истерию И пообещал За права геев В своей стране Будет бороться Неделю назад В гомосексуальности Признался Глава Эппл Тим Кук Старенький Фольксваген Жука Золотит президента Уругвая Арабский шейх Предложил Хосе Мухико Продать почти 30-летнее авто За миллион долларов Тот всерьез задумался Говорит Сам к машине Не привязан Пользуется ею Исключительно ради Удобства Своего трехногого пса А вот деньги Могли бы пойти На строительство Жилья для бездомных Мухико называют Самым бедным Президентом мира Он живет На обветшалой ферме А 90% Своих доходов Тратит на благотворительность Кофе-американа В Крыму табу Теперь На оккупированном Полуострове Пьют россияна На некоторых автоматах Уже даже Переклеили название Вот в одном из кафе Вывесили объявление Из-за нестабильной Геополитической ситуации У нас нет кофе-американа Спрашивайте Крымский Замок По цене квартиры В Великобритании Продается здание Начало 19-го столетия Когда-то тут Жила семья лорда Цена имения Около 400 тысяч Долларов Для недвижимости Такой категории Почти даром Столько же в Лондоне Могут стоить Крохотные студии А вот в США Наоборот Ищут нового владельца Для самого дорогого В истории страны Особняка 195 миллионов долларов И чудо владения В Беверли-Хиллз Ваше На 10 гектарах Несколько жилых зданий Развлекательный центр Танцевальный зал И даже театр Принадлежит Все это Миллиардеру Джеффу Грину 18-метровый презерватив Появился в центре Австралийского Сиднея Ярко-розовый обелиск Установили представители Совета По вопросам СПИДа И посвятили Борьбе с болезнью Говорят Специально Подыскивали для инсталляции Людное место И надеются На интерес Со стороны прохожих В Эстонии Предложили разделить год На 13 месяцев С такой просьбой К парламенту страны Обратились Трое мужчин Объяснили Что очень уж хотят Получать на одну зарплату Больше В канцелярии парламента Ответили Менять всемирную Календарную систему Не готовы А новаторам советуют Договориться с работодателем О повышении зарплаты В Германии Уже отмечают Годовщину падения Берлинской стены И Как бы парадоксально Это не звучало Построили новую Ее видела Татьяна Лагунова Спустя 25 лет Немецкую столицу Снова разделила стена Она совсем не похожа На свою предшественницу Из бетона И колючей проволоки Новую берлинскую стену Построили Из светящихся шаров Наполненных гелием 8 тысяч шаров От Борнхольмерстрассе До Обербаумбрюке 15 километров Через столицу То прямо То вдруг Неожиданно криво Маршрут В точности повторяет Контуры Разрушенной берлинской стены Тем Кто никогда Не видел прежнюю стену Сложно поверить Что такое в принципе Могло быть Вот например Набережная По которой я хожу Практически каждый день 25 лет назад Уперлась бы Высокий бетонный барьер Это и была задумка Архитектора В новой стены Тем кто не видел Показать Тем кто пережил Напомнить Нельзя передать Тот страх Ту опасность Воплощением которой Была настоящая Берлинская стена Поэтому мы решили Воссоздать символическую Границу из света Чтобы напомнить О нашей истории И это хорошая возможность Еще раз разрушить стену Символическая стена Простоит три дня В воскресенье вечером Ее разрушат И выпустят шары В небо гости Которые приедут На празднование В Берлин Среди них и Михаил Горбачев Заодно он собирается Замолвить перед Ангелой Меркель Слово за Путина Вот ведь как бывает Человек Который помог Одну стену разрушить Защищает того Кто пытается Возвести в Европе Новую Татьяна Лугунова Вячеслав Фролов Подробности немецкая Бюро телеканала Интер Сегодня вечером Снова черное зеркало Что мы там увидим Кого увидим И о чем пойдет речь Давайте спросим Евгения Киселева Евгений здравствуйте Вы в эфире Вопрос мой прозвучал уже Мы вас слушаем Да добрый вечер Алексей Сегодня наверное Главной темой Будет разговор о том Что происходит На востоке Украины Опять Уже в который раз После так называемых Выборов Которые состоялись Там в минувшее воскресенье Что дальше делать Понятно что Никто эти выборы Не признает Кроме самих Так называемых ДНР ЛНР Даже представители России сегодня Уточнили что Они мол Не признают А уважают эти выборы Что это означает В частности Поговорим и об этом У нас здесь будут Политики Журналисты Представители Общественности И вас Тоже Алексей Как всегда Жду здесь в студии Я непременно буду Спасибо Евгений Сложная конечно тема Ну что ж Попытаемся в ней разобраться Я прощаюсь Со зрителями подробностей Но как вы поняли Всего лишь на несколько минут Встретимся в черном зеркале Не пропустите пожалуйста Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому